Мне кажется, отец, конечно, надо было делать. Позвоните, скажите, вот, получится. Можно, давай, наушники, да? Да! Какой может быть? Ну, конечно. Там должно мигать в камере белый край. Попробуйте. Переснимем проводом, и никуда не навезет. Она сразу торчала. Позвоните, возьмите. Третье… 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 Она сразу торчала… Они… Они… Маги… Возьми,�떸… Маги… Ну… Сейчас мы съедем. Пок steadily стрелять на минуту. Ага! Честно Я… Я, где-то составу. Ну, вот, товарищ, просто сюда стоит плохо. Мне кажется, это было теплее, не самых старших. Потому что там кабели наружные. Угу. Может, убрать кабель? Давай, давай, Лёха. Шам, шам, шам! Шам, шам! Пленя! Приходить, Лёха! Ну-ну-ну, под него, под него! Доставь, доставь! У тобой есть! Один, Лёха! Я говорю, что не буду тебя включал. Пройдём. Раз, вращай. Ну, что-то самое. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Пошли, пошли! 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 Что-то белое мигает, но, по-моему, это... Ну, вчера тоже не дал. Правда, двой, шоп área. А еще что-то был в этом месте. Но у него все только перестали дорогу. Водитель сушка, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день, дорогие друзья. Простите за задержку, но мы начинаем. Идет примерно седьмая минута нашего матча между командой Лесорубы и Олимпик. Интернет-проект Спортиру приветствует вас на этом матче 2-го Б-дивизиона Северной лиги. Лесорубы сегодня в розово-черной форме, а Олимпик в сине-черной. Так, представим составы команд. Заявки у нас сегодня на матч у команды Лесорубов. Антон Захаров, Павел Башурин, Виктор Горбань, Александр Крынин, Сергей Кузнецов, Андрей Кураков, Антон Макаров, Василий Макаров, Антон Новоселов, Николай Смирнов, Антон Смолин, Михаил Хворост и Павел Челев. У Олимпиков заявки Сергей Зеленский, Дмитрий Батенин, Максим Бекмусев, Андрей Богдановичев, Владимир Богдановичев, Александр Бурмакин, Алексей Иблеев, Александр Коноплев, Максим Королесов, Роман Кучеров, Артем Одинцов, Федор Подколзин, Тимур Рашидов, Данил Феденко, Алексей Чабанов и Валентин Чернышов. Подают угловой лесорубы, навес. Подписывайтесь на наш канал! Парник, может удовstar вас? Да, щехи, делают благая собрала. И ой, кваски, вправо, высоко. Празд qué még. А мы продолжаем. Снова угловой. На вес. Сергей Зеленецкий сегодня в порядке. Перехват Лесорубов. Пас назад. Пас направо. Прещингует Олимпик. И они наконец завладевают мячом. Браться не Лесорубов. Левым флангом пытаются они начать атаку. Получается у них... Антон Овасилов пытался перевести мяч на правый фланг. Пускают мяч. Отворот. Видим замену у Лесорубов. Выходит Александр Кравец. И ушел Антон Новоселов. Олимпик в атаке. Пас назад удар по ногам. Нарушение. Перехват от мяч Лесорубов. Проходит по правому флангу. Пас центр. Перехват. Перехват от мяч Олимпик. Контратака. Пас направо. Выпускает мяч. Антон Захаров будет вводить мяч в игру. Борьба в центре. Сдевает мячом Лесорубов. Но очень сейчас надежно сыграл 13 номер Олимпика. И выбил мяч за пределы поля. Удар. Выгод. Сергей Зеленецкий будет вводить мяч в игру. А пока замена. Двойная замена у Лесорубов. Вот мяча. Пас налево. Перекатывает мяч в защите. Пас в центр. Не дотягивается, замечает сейчас игрок Олимпика. И упускает его за линию ворот. Антон Захаров будет вводить мяч в игру. Пас налево. Захаров снова в атаке. Мяч Александр Кравец. Играет пяткой. Неудачно. Какой-то рюклинг в центре. Снова мяч слева. Это Антон Новоселов. Перевод на правый фланг. На вес. Выше. Ищет вратарь. Варианты для атаки. Находит их на правом фланге защиты. Убирает мяч под себя игрок Лесорубов. Пас налево. Сохраняет мяч. Глантратака Олимпика. Нарушение правил. Судья назначает штрафной. Пас на левый фланг. Перевод на правый. Удар. Рядом со штангой. Пас на левый фланг. Антон Захаров будет мяч в игру. Пас налево. Не точно в центр. Контратака. Могла бы быть. Соруба в центре. Трис развить атаку. Пас вперед. Александр Крают с мячом. Разворачивается. Будет удар. Пас. Пас. Удар. Забирает вратарь мяч в руки. Соруба на первых минутах намного лучше играет, чем Олимпик. Как тебе кажется? Я, конечно, мог бы с тобой согласиться, но не сегодня. Просто из-за технических неполадок мы не увидели, как атаковал Олимпик. У них было пара опасных моментов, которые они не смогли реализовать. Лесорубы просто позднее включились в игру. Пускают мяч лесорубы. Брасывание. Еще варианты. Олимпик. На правом фланге открыт у игрока. Перевод туда и последовал. Но это не дотягивается 29-й номер до мяча. Брасывание. И нарушает правила лесоруба. Будет штрафной. Падает мяч в Антона Новоселова. Очень неприятный. Борьба за мяч на триболе. Олимпик выигрывает. Пас налево. Сворачивается. Будет перевод, наверное. Пас в центр. Хорошо пытался отобрать мяч Антона Новоселова, но не получилось. У них хотя мяч остался в лесорубу. Брасывание. Нарушение правил. Олимпик пробьет. Разыгрыш. Штрафной Олимпик. Перекатывает мяч в защите пока что. Перевод направо. Мяч в лесорубах. Брасывание. Пока с игроки им то, что нужно бросать назад. Но жестко играет Олимпик. Не дает подойти к своим воротам. Снова нарушение. Напомним также то, что Олимпик занимает первое место. А лесорубы второе. Я считаю, что это очень важный матч для лесорубов. У них на хвосте идет команда «Кристалл». И там разница где-то 2-3 очка. А упускать возможность напрямую выйти в первый дивизион лесорубы не хотят. Также нужно сокращать отставание от Олимпика. Олимпик опережает их на 9 очков. И Олимпик выиграл 6 своих последних матчей. Ну, последний матч, как я помню, был, на самом деле, в очень напряженной борьбе выбран. Вроде счет 5-4. Да, счет 2-5-4. Они играли против команды «Кальчу». А у нас пока что главой. Лесорубы завладели мячом. Будет навес. Разыграли. Пасовывается около штрафной лесорубы. Но перехватывает Олимпик. Возможно, будет контратака. Пас налево. Навес. В никуда. Сегодня лесорубам нужно, в первую очередь, опасаться Александра Коноплева. В его активе 42 гола и 20 голевых передач. Он идет уверенно на первом месте в списке бомбардиров. Паш, двигай, блядь! Ну, не стой, да! Пошли, плядь, плядь! Пошли, плядь! Макс! Второй бомбардир команды «Олимпик» — это Александр Бурмакин. Он забил 27 мячей. И вот он 26 голевых передач. На двоих оба этих игрока составляет примерно половину ударной мощи «Олимпика». Всего 117 голов забили они в этом сезоне. Нарушение на Антонина Василова. Очень он сегодня активен. Быстрый разыгрыш мяча. Торопи, Саша! Торопи! Рас на право. Вол назад. Гульперевод, скорее всего. Хотя нет. Навес. Ох, такие нужно забивать. Немного не справился с давлением. Защитник дышал ему в спину. Паша, открой! Прямо сейчас поменяйся, Паша! Паша, все замеры! А пока угловой. Видим замену. Уходит 13 номер. Навес. Борьба в штрафной. Удар! Ротарь. Сергей Зеленецкий отбивает этот мощный выстрел. Семерки Лесорубов. Снова навес. Удар. Но слабенькая. Сергей Зеленецкий сегодня в ударе. Контратака Олимпика. Но уже успели вернуться в защиту. Позиционный уже. Атака развивается. Перекрутит мяч Лесорубы. Контратака. Два в два. Будет удар. Падает в игрока и он. Олимпик в атаке. Точнее, в попытках развить эту атаку. Какой пас? Выдержал паузу 22 номер Олимпика, но вратарь Антон Закаров был на чеку. Мяч у Лесорубов. Такое ощущение, что Лесорубы занимают первое место, а не Олимпик. Сегодня показывает куда более качественную игру. А у нас мороз. И на самом деле, 7 апреля. А холод, как в феврале. Жестко попадает в ноги Антон Василов. Но судья не назначает штрафной. В атаке Олимпик. Перевод на правый фланг. Хорошее подключение. Будет прострел. Отворот. Мяч уходит от игрока Олимпика. Антон Захаров будет вводить мяч в игру. Легкий снег пошел на поле. Надеюсь, это никак не отразится на игре сегодняшней. Немного неточная передача. Возмущается Александр Кравец. Спасибо. Говоря об Александре Кравеце. Отбыл он одноматчевую дисквалификацию. За перебор желтых карточек. Было у него их 4. Вчера отыграл матч. Вчера не отыграл матч. Попустил его. И сегодня есть ему что доказывать. Потому и столько эмоций у него на поле сегодня. Сергей Зеленецкий вводит мяч в игру. Не получается Олимпика зацепиться за мяч. Нарушение правил в атаке. Предупреждение или желтое? Устно предупреждает судья игрокам за задержку времени. Навес. Короче, подключение. Не получается обработать мяч хорошо. Олимпик в атаке. Удар. Скорее попытка ударом. Не свалился мяч с ноги просто. Можно внести в актив. Но навес. Сергей Зеленецкий с мячом. Ищет, ищет варианты. Ас-центр. Жестко играют защитники Лесорубов. Но все по правилам. Атакует Олимпик. Навес. Полудар, полу навес. Немного не точно. Мяч у Антона Захарова. На коротке играет Антон Захаров. Мяч Лесорубов. Смещается в центр. Пас. Игра в центр. Угар угловой. Назначает судья. Очередной угловой. Навес. Подходит к концу первый тайм. Счет по-прежнему 0-0. Но было пару опасных моментов. И у тех, и у тех ворот. Самым опасным хочу отметить, не попавший в эфир момент Олимпика. Буквально на первой минуте он случился. Там и перекладина была, и отличный сейф Антона Захарова. Но этим все завершилось. А снег у нас усиливается. Погода ухудшается. Смотрим, будут ли какие-то изменения у команд. А пока перевод на правый фланг. Вынос. Олимпик с мячом. Перехват Лесорубов. Пас налево. Снова перехват. Правым флангом атакует Олимпик. Играет за ним в стеночку. Теперь была попытка сыграть в стенку. Нарушение. Александр Крайцев пытался зацепить за мяч. Но и не получается. Неудачный прием мяча. Какой пас на Антона Новоселова? Будет удар? Рядом со штангой. Видим мы реакцию футболиста. Сергей Зеленецкий будет вводить мяч в игру. Замену Лесорубов в этот момент происходит. Уходит девятый шестой номер. Вот мяча. Перехват в центре. Такое ощущение, что Лесорубов больше на поле, чем игроков Олимпика. Потому-то как все зоны закрыты игроками. Попытка удара с лета не получается. Пас налево. Удар. Штанга. Олимпик просто не бежит. Все уставшие игроки. Судья показывает. Судья предупреждает игроков, что не нужно выражаться на поле. Нарез на Александра Кравица. Не точно. Аут, аут. Прямо снимаем. Там, там берем. Ау. Серега, Серега, не иди далеко. Стой, вот здесь, стой, да. Здесь вот так, стой. Дает судья свистокный перерыв. Итак, заканчивается первый тайм. Счет 0-0. Камера, мотор. Я принял опять. Команды возвращаются на поле. Меняется сторонами. Они теперь, Лисорубы, справа. Олимпик слева. Счет 0-0. Напомним, что Лисорубы играют в розово-черной форме. Олимпик синий. Ждем свистка арбитра. Продолжится матч. Не такой он зрелищный, как мы и ожидали. Команды между лидерами всегда проходят в такой манере. Пас на правом. Ну, Лисорубы активнее, чем Олимпик. Продолжение следует... Продолжение следует... Не стоит судить об этом. Прошло только 30 секунд второго тайма. Лисорубы снова в атаке и очень опасно. Прострел! Чуть автогалла не случилось сейчас. Будет угловой. Навес. Удар. Защитники надежны. Василий Макаров сейчас выбил мяч. Надежно сыграл. Олимпик с мячом будет сбрасыванием. Первая атака Олимпик во втором тайме. И хорошая атака могла быть. С мячом Александр Краевц оставляет мяч для своей команды. Пускает мяч защитник Лисорубов. Партнер не поддержал Александров. Олимпик в атаке. На вес. Нехватим им мастерства нападающему Олимпика. Но я бы не сказал, что Александру Кноплеву не хватает мастерства. Все-таки лучшему бордиру второго бэй-дивизиона он. Хотя сегодня игра идет не так, как обычно. Неправильно бросил мяч игрок Олимпика. Александр с мячом. Пытается развернуться. Прострел. Первый опасный момент у ворот Лисорубов в этом тайме. Мяч у Лисорубов. Перехват. Партнер назад. На правый фланг. С мячом остается Олимпик. Мне кажется, нужно им чуть-чуть успокоиться. Слишком они пытаются быстро перейти из защиты в атаку. Пассы из-за этого очень неточные, неаккуратно играют. Все время теряют мяч. Согласен. А пока Антон Захаров будет вводить мяч в игру. Далеко вперед выносит мяч. Борьба в центре. Толчок в спину. Высчет штрафной удар. Пробит. Сегодня на поле присутствует пара болт-боев. Навес. Скидка. Перехват. Защитники хорошо сыграли. На мяч Василию Макарову. Хорошо выносит мяч. Было нарушение, но мяч остался у Олимпика. Угловой. Олимпик потихоньку перехватывает инициативу. Прострел. И удар. Выше правой девятки. Немного не точно. Просит замену команда Ресорубов. Антон Захаров. Пас направо. Василий Макаров с мячом. Навес. Александр Кравис нарушает. Быстро разыграл мяч Олимпик. Скидка под удар. Немного не точно. Постается с мячом команда Олимпик. Угловой. Расстрел. Расстрел. Удар. Василий Макаров под катой спасает свою команду. Ресоруба перехватывает мяч. Оставляет мяч команда Ресорубов. Видимо, Александр Кравис одного на правом фланге. Но уже не достанет своего мяча. Очень неприятный удар под колено. Не будет пока на карточке. Игрок извинился. Штрафной удар. Парк налево. Быстро переходит в атаку Олимпик. Получается, что у них всего час. Но пас. Технично развернулся игрок. Александр Коноплев. Удар выше ворот. Мяч улетает за пределы поля. И снова в замену. Выходит Антон Новоселов. На пару с Александром Кравицем они составляют главную ударную мощь Ресорубов в этом сезоне. Забили чуть больше 50 мячей на двоих. С мячом Олимпик. Отпускает мяч. Антон Новоселов подходит к мячу. Пас направо. Очень неудачный пас. Оставляет пяткой нападающая Олимпика. Ну, Василия Макарова так просто не проведешь. Антон Новоселов упускает мяч. Мячом Александр Кравица. Хороший пас. Не дотягивается чуть до мяча. 19 номер Лесорубов. Снова идет игра без центра. Просто атака за атакой. Пас назад. Не видел подключения по правому флангу. Сейчас защитник Олимпика. Переход Лесорубов. Лечим Антон Новоселов. По левому флангу подключение. Переводит на правый фланг мяч. Пас в центр. Очень плотно встречает Олимпик. Лесорубов у своих ворот. И снова замена у команды Лесорубов. Двойная замена. Брасывание. С мячом Антона Новоселова. Нарушение правил. Не было нарушения, говорит рефери. И дает. Видим, показывает желтую карточку Антону Новоселову. За разговором. Свободный. Не точный навес. Антон Захаров быстро находит способ перейти в атаку. Мяч у Александра Краевца. Проходит он полем флангу. Дает пас на штамм Новоселова. Но не точно. Олимпик с мячом. Пас в центр. Налево. Немного не точно. С мячом Антон Захаров. Быстро вводит мяч в игру. Лево, лево, лево. Пас Антону Новоселову. Олимпик с мячом. Хорошо цепляется за мяч. Проходит по левому флангу. И пас хороший. Неверное решение сейчас выбрал Антон Новоселов. Возможно было бы действовать намного проще. Просто пробить, а не искать способ отдать пас своему одноклубнику. Нарушение в атаке выставлял локоть. 22 номер Олимпика. А пока замена. Разыграет Василий Макаров мяч. Вперед. Мне получается у Алисарула зацепиться. Не точно Александр Коноплёв сейчас играет. Подсказывали ему его товарищи то, что возможно дать пас на левом, но не поднял он голову и не увидел там игрока. Вот мяча. Не точно. С мячом Олимпик. Братунья. Антон Альписорубов борется за мяч. Атака 4 в 4. Успели уже вернуться на защитники Олимпика. Перехватка, то не мяч. Пас в центр. Открывание слева. С мячом Василий Макаров. Антон Новоселов неудачно принял мяч. С мячом Олимпик. Астон Азар. Перекатывает мяч в защите. Бас вперед. Ну, не точно. Александр Краевец подхватывает мяч. Перевод по правому флангу. Но попадает он в игрока. Туда это мяч в игрока Олимпика. И не получается быстро выйти в атаку. В атаку. Пас налево. Мяч Александра Краевец и прострел. Как опасно. Не смог замкнуть Антон Новоселов. Сергей Зеленецкий бросил мяч вперед. Мяч Лесторубов. Вбрасывание. Пас налево. Не хватает мяч Олимпийск. Лесторубов стал с мячом. Хорошо видел открытого игрока в центре. Своего же игрока подкатился. 20 номер. Улучшение правил. Недоволен игрок Лесторубов. Показывает желтый разговор. Похоже, что Василию Макарову. Но могу я ошибаться. Ставит стенку. Судья дает свисток. Удар! Рядом. Со штангой. Счет по-прежнему 0-0. Ну, ты активируешь, Олимпик. Нарушает правила. Игрок Олимпика извиняется перед соперником. Смеченые шаробы. Не точный навес. Отворот. Сергей Зеленецкий будет выгибать мяч. Пас вперед. Не точный. В атаке Олимпик. Скидка под удар. Антон Захаров феерит. Сегодня на удар. Мимо. Не хватает немного точности сегодня в атаке Олимпика. Да все, что идет в ворота. Сурворот Лесорубов. Антон Захаров забирает себе. Сергей Зеленецкий берет мяч в руки. Выносит вперед. Точно в руки Антона Захарова. Разобрался сейчас с игроками Лесорубов. Защитник Олимпика. Курант в атаке. Два в два. Хорошо качнул. Прострел. Сергей Зеленецкий. Какой сейф. Правым флангом Александр Коноплев забегает. Василий Макаров надежен. Пад направо. Олимпик с мячом. Перехват Лесорубов. Ненужные действия сейчас совершил 9-й номер Лесорубов. Нужно было отдавать пас налево. Перевод на револю. Перехват. Олимпик в атаке. Обыграл двух игроков. Пас. Немного не точно. Стол мяч у Олимпика. Пас налево. Навес или прострел. Просто пас. Последние минуты мяч держатся у Олимпика. Перехватили они инициативу. Прошло примерно 18 минут во втором тайме. Счет по-прежнему 0-0. В атаке Олимпик. Хорошо держатся они мяч в защите. Перевод на правый фланг. Мячей не в центр будет. Обыграл одного. Помог немного сейчас судья. Антон Захаров сохранил мяч от своей команды. Пас налево. Антон Новоселов с мячом. Видим, что устали. Нападающие Лесорубов. Не получается у них. Перехват. Левым флангом атака идет. Хорошо. Свою остынюку исправил. Четвертый номер. Прострел на Антона Новоселова. Не хватило скорости Антона Новоселова. С мячом Олимпик. Пас в центр. Хорошо закинул Александр Коноплев на своего одноклубника мяч, но не дотянулся он до мяча. Брасывание. Василий Макаров с мячом. Пас направо. Расстрел. Неудачный пас. Котент Олимпик в центре мяч. Перевод налево. Но он пускает. Его игрок за поле. Перехватывает мяч Олимпик. Удар. Гол. Красивейший гол сейчас забивает Олимпик. Забил его 24 номер. Александр Бурмакин. А ведь все так хорошо складывается для лесорубов. Владели они инициативой, не выпускали мяч, создавали много опасных моментов. Играли очень интересно, но последние 7 минут именно Олимпик был в атаке, был более активен и заслужил этот гол. Саня, Саня, Саня. Выбрасывание. Теперь нужно быть лесорубами в войне, активными, чтобы исправить. Сергей Зеленецкий. Выносит мяч вперед. Точно Александр Коноплева. Надежно. Братство Олимпика. Скидка под удар. Рядом со штабгой. Антон Захаров быстро будет мяч в игру. Немного жалко Антону Захарову, потому что столько он сегодня сейвов совершил и пропустил все-таки гол. Он, наверное, единственный из всей команды, не заслуживает этого гола. Желтая карточка с задержкой времени. Пас налево. Центр. Александр Хавин с мячом. Развернулся. Оставил мяч себе. Снова мяч Александра Кравица. Играет в стенку. Выносит мяч, Олимпик. Не смогли довести атаку до удара. Быстро бросают мяч. Перехват Олимпика. Вперед. Мяч Олимпика. И автор забитого мяча сейчас боролся. За меду Олимпика. Выходит 2-2 номер. Парасонья. Нарушение правил. Не успел войти. Выберу 18 номер, как уже спалил. Пас налево. На вес. Сергей Зеленецкий забирает мяч себе. Атвич сыграл на выходе. Мяч Василь Макаров. Перехват. Как жестко. Будет штрафной удар. Желтая карточка. Показывает судья. Давят, давят, давят весорубы. Не устраивает их счет. Александр Кравицу мяча. Вперед раз вверх. Удар. Сейв. Угловой назначает судья. Будет подавать 9-й номер. Навес. Мяч доходит Александр Кравицу. Скидка в центр. Под удар. Намного выше ворот. Все холоднее и холоднее становится на улице. Но на игру это ни капли не влияет. Два мяча на поле. Сергей Зеленецкий будет мяч вперед. Снова переходит Василь Макаров. Мячом остается Олимпик. Обыграл. Перевод направо. Не точная передача. Совсем развалились весорубы после пропущенного мяча. Только защитники еще держатся. У полузащиты и нападений ничего не выходит в последние минуты. А вперед. Кравиц пытался играть пяткой. Нет, это не Александр Кравиц, ты ошибаешься. Да, это четвертый гонер. Не советы. Тянет время Сергей Зеленецкий. Получилось бросить. Принял на грудь сейчас автор забитого мяча. Но не получается ничего. Антон Захаров с мячом. Пас направо. Александр Кравиц открыт. Сбегает он. Атака идет другим флангом. Олимпик перехватывает мяч. Александр Канаплев. У меня еще Василия Макарова. Александр Кравиц с мячом. Угловой. Замена в лесорубах. Снова двойная замена. Вышел Антон Новоселов. Показывает, что по свистку нужно разыгрывать с угловой. Будет он перебит. Застрел. Удар. Антон Новоселов. Гол. 1-1. Сыграло замена. Только что вышел Антон Новоселов и забил. Сразу же забил. Красивый гол. Удар дальний за штрафной. Какой молодец. Поздравляем. Интересно становится матч. Остается у нас где-то 3 минуты до конца. А кураж словили игроки Лесорубов. Ну вот Александр Кравиц прорывается. Нарушение. Толчок в спину. Опасный штрафной. Сейчас в лучшем положении находятся Лесорубы. Только что забившие мяч. Но куража могут спокойно забить и второй. Посмотрим. Тоже будет бить. Александр Кравиц или Антон Новоселов. И не тот, и не другой удар. Выше ваша. Нужно просыпаться Олимпику. Вынос мяча. Перехват. Мяч считается у Лесорубов. Хорошее движение. Да, тянется или нет. Снова замена. Считанные минуты остаются до конца второго тайма. Счет 1-1. Перехват Лесоруба в пас-центр. Олимпик с мячом. Не точная передача. Выравнивается игра снова. Но остается считанный минут до конца. Мяч в центре. Александр Кравиц с мячом был отдает на Антона Новоселова. Снова Александр Кравиц нарушает правила. После неудачного паса Антона Новоселова не дотягивался до мяча Александр Кравиц и пришлось ему нарушить правила. И 4-й раке Олимпика способ перейти в атаку. Нас назад. Мяч Александра Коноплева. Пытается он развернуться, но Александр Кравиц навязывается в борьбу. Удар. Удар. Снова Александр Кравиц. Корпус хорошо играет, но выпускает мяч. Аут. Через 2 секунды остается до конца матча. И Сару был в атаке. Неточный пас. Скорее всего останется счет таким же, как сейчас. 1-1. В принципе, это на руку Олимпику. Так и остается. 1-1. Дает свисток арбитр. Этот счет скорее на руку Олимпику, так как они сохраняют собой первое место. Сохраняют собой разрыв от лесорубов. А лесорубам стоит опасаться. Возможно, их догонит ближайший преследователь. С вами был проект Спортиру. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.